Приветствую вас, я думаю, что не так важно, не столь важно, правда это или нет, та информация, которую вы вытащили, сколько важно, во-первых, фактные цели, которые вас травмировали, очевидно, это первое, и, соответственно, тут идет целый ворох по проблемам. И факт того, что, как вы говорите, если я правильно вас понял, надеюсь, что правильно, что систематически вам все-то просыпали, вы засыпали, потом просыпали в синяках, это весьма, ну, весьма незаботливое, пренебрежительное, я бы сказал, отношение к себе, то, что вы отношение к себе так поставили. Вызывает некоторые вопросы, в плане того, насколько вы о себе заботитесь, заботитесь ли вы о себе вообще, вот, и, ну, как у вас вообще, вообще с выстраиванием социальных связей, с коммуникативных, с выстраиванием коммуникативных связей, ну, вот, все эти моменты, мне кажется, нужно разобраться, потому что, ну, очевидно, что тут у вас есть какие-то проблемы, ну, вот, соответственно, чувствуется, что вы не привыкли себя защищать, не привыкли себя вообще оберегать, на постоянную основу, вот, из-за чего, то, что вскрылось, даже при условии, если это ложь, даже если это неправильно, то, что вскрылось, равно вас пугает, потому что вы понимаете, что вы находитесь в небезопасности, вы находитесь, ну, под определенной угрозой. И, честно говоря, честно говоря, угрозы действительно существуют, ну, это нормально, и к этому нужно быть, на мой взгляд, достаточно подготовленным, в плане того, что это естественно, это естественно, в этом нет ничего аномального, ничего странного, и так далее, вот, поэтому вам нужно учиться себя защищать, вам нужно учиться взаимодействовать с угрозами, с которыми человек сталкивается, это абсолютно нормальная история, на мой взгляд, и, ну, примерно, примерно в таком ключе, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Что касается проверки информации, да, то здесь очень легко, достаточно, впасть в такое вот, знаете, полупарамиидальное состояние, когда ты не веришь ничему, что происходит, и все тебе нужно проверять. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы в такое состояние впали, потому что, во-первых, ничего хорошего для вас, это не все это, а во-вторых, в таком состоянии человек учится доверять каким-то вот таким объективным историям, объективным вещам, но никак не самому себе, вот, а в первую очередь доверять необходимо самому себе, то, что человек сам испытывает, вот, ну, что-то человек сам чувствует, да, по крайней мере, вот. А, соответственно, это очень важный момент, на который вам не обратится внимание, вот. Ну, а что касается панических атак и тахикардии, то тахикардия это психосоматика, если нет других показателей медицинских, а панических атак это, опять же, следствие тревожности и некоторых других причин, о которых, наверное, говорить вам сейчас не совсем целесообразно, в силу того, что вы можете тревожиться еще больше, ну, или меньше. Поэтому, а, это, это все нужно разбирать, вот. А, также, гипноз является довольно мощным средством, то есть гипноз это мощная история. И, как любое, любое мощное средство, использовать его нужно аккуратно. То есть мне не очень понятно, почему вам что-то вытащило, да, какую-то информацию вытащило, вот. А, как бы, что с ней делать вам не сказать. Это нужно, чтобы человек с вами разделил эту информацию, чтобы тот, кто провел сеанс гипноза, чтобы этот человек, ну, помог вам ее прожить, помог вам имплементировать в свою психологическую реальность. Вот. Вот это, опять же, вопрос к тому, как вы организовываете процесс. А, также, важна, а, важна цель, ваша изначальная цель, повозить, зачем вы обратились в гипноз. Вот. Как бы, что вы хотели узнать. Вот. Все это очень важно. Все это вы, а, вот, как бы, слившись в одно воедино. Это могло бы дать более цельную картину того, что с вами происходит. И того, как вам дальше двигаться для коррекции вашего состояния. Ну, а там все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.